Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах, его как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот день, и не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Нам потребуется немного исторических фактов. Израиль вернулся в землю обетованную после 19 веков жизни, рассеянной среди других народов. Это произошло в мае 48-го. Израильский народ вернулся на свою землю. В Библии часто используется фраза «землеобетованная». Она означает территорию, которая обещана Аврааму и его потомкам навсегда. И Богу не важно, что об этом говорит США, или введут ли ООН туда миротворческий контингент. Это просто его план. Прошло 70 лет с тех пор, как Израиль вернулся на свою землю. У них не было ни одного мирного года, но не было и объявлено войны. Но каждый год им приходится быть на чеку, чтобы сохранить свою свободу. У них ограничены ресурсы, и они окружены десятками миллионов людей, которые заинтересованы, чтобы ситуация ухудшилась. Это продолжается до сих пор. Большинство в ООН выступают против этого небольшого народа. Итак, за 70 лет у них не было ни одного мирного года, и Иеремия говорит, что «нечто произойдет, что ужаснет этот народ». Он говорит об уникальном периоде в истории Израиля. Это бедственное время для Израиля, но Бог говорит, что он будет спасен. Но Он не говорит, что Израиль избежит этого. Это похоже на первые шаги ребенка на предшкольную подготовку. Бог не даст дойти этому до конца, а спасет нас. Почему Бог просто не избавит нас от этого? Почему просто не допустил нас до этого? Я не знаю. Но я знаю, что когда это случится, мы будем готовы к этому, в каком бы статусе мы ни находились. Мы будем изучать уроки, мы будем молиться. Мы не должны быть захвачены удобством и комфортом, и мы не должны представлять, что мы самостоятельно без Бога. В книге Иеремии дано уникальное предсказание. Будет бедственное время для Израиля после того, как они вернулись на свою землю. Не нужно этому удивляться, когда вы это увидите. В Евангелии от Матфея, 24 главе, есть параллельное место. Это еще одно предупреждение для израильского народа. Он говорит, что это будет Великая Скорбь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 21 стих. «Ибо тогда будет Великая Скорбь, которая не была от начала мира и до ныне и не будет». Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Давайте остановимся на фразе «ради избранных». Бог идет навстречу своим людям. Я уже говорил это раньше, я могу повторить это еще раз и могу повторять еще несколько недель. Бог идет навстречу своим людям. Те, кто противятся его целям, будут удивлены. Они недооценивают его. Они обесценивают его. Они считают, что он ничего не видит или не слышит. Или его рука коротка, или он не обращает внимания на них. Или ему это неинтересно. Или потому что они считают, что его не существует. Бог не исчезнет из-за отсутствия у них веры. Это никак не влияет на его реальность. Вы здесь, в шарфах, читаете Библию. Возьмите шарф побольше и читайте дальше. Этот день наступит, и они спросят вас, что вы знаете о Боге. Я молюсь о его милости, чтобы у них была возможность спастись. Нас смущали и стыдили слишком долго. Причина, по которой наше окружение хоть немного интересуется Богом, потому что мы с вами им интересуемся. Мы меняемся. Мы встречаемся за пределами церкви. Они спрашивают, не сошли ли мы с ума, а мы отвечаем, нет. Мы нашли свою веру. И я очень расстроен, что раньше так зависел от своего собственного комфорта. Я ходил на бейсбольные матчи, концерты и разные мероприятия, которые проходили на улице. Почему же мы не можем собираться на улице ради служения Богу? Почему служение Богу зависит от моих удобств и комфорта? Почему дождь может остановить наше служение Богу? Мне очень жаль, что мы так жили. Но я рад, что Бог дал нам возможность понять это. Бог выбрал нас. Вы понимаете значение этого? Не мы выбрали Бога, но Он выбрал нас. И мы слишком переоцениваем сами себя, чтобы понять, что Создатель выбрал нас. Наша реакция меняется. Наша ответственность меняется. Люди спрашивают меня, сторонник ли я предопределения или свободы выбора. Я считаю, что обе позиции равны. Да, обе эти точки зрения подтверждены Библией. Это не означает, что служение Богу будет совершенно некомфортным. Нет, это мое ограниченное воображение, так говорит. Знаете, Бог выбрал вас. У меня нет времени сейчас разбирать это. Тут можно очень многое сказать об этом. Но я дам вам пищу для размышления. Бог знает все о нас с вами. Он знает все, что мы можем сделать, и даже все, что мы уже сделали в жизни. Но Он все еще выбирает нас. Давайте посмотрим послание к Кримлинам, 8 главу, 31 стих. Что же сказать на этом? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Если Бог послал Иисуса, как жертву, чтобы искупить нас, почему вы думаете, Он откажется от нас? Кто будет обвинять избранных Божиих? Это риторический вопрос, потому что на Него уже есть ответ. Если Бог избрал вас, вам все равно, кто жалуется. Также послание к Колоссинам, 3 глава, 12 стих, говорит нам, «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение». Если вы понимаете, что Бог выбрал вас, то вы должны почувствовать желание измениться. Вы должны стать Божьими людьми и проживать свою жизнь, как Божьи люди. Меняется не просто обложка, меняется сама суть жизни. Второе послание Тимофею, 2 глава, 8 стих, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Павел говорит, «Вот сообщение, которое я получил. Иисус из Назарета, мессия от семени Давидова, воскрес, за которое я страдаю даже до уз, как злодей». Павел страдает как злодей, но он не злодей. Так в чем же его преступление? Он защитник благовестия. Он не был грабителем или убийцей, он защитник благовестия. Друзья, мы должны иметь мужество. Нам не хочется упустить. Никакое выгодное дело. Мы не хотим упустить день отдыха на озере. Мы не хотим пропустить выступления нашей любимой команды. А Павел говорит, что осужден как преступник из-за защиты благовестия. Бог милостив к нам. Я не пытаюсь переоценить церковное богослужение. Мы собираемся в церквях на выходных. Я хочу, чтобы вы подумали, как вы выражаете приоритетность Бога. Смотрите и слушайте не только других людей, но и сами себя. Не на представление о самих себе, а на то, кем мы по-настоящему являемся. Знаете, это не просто мое мнение. Это стоит того, чтобы на пару минут преклонить колени и сказать, «Господи, вот мои приоритеты. Я бы очень хотел дать тебе новое место. Ради моих детей, ради моих внуков, Божьих». Друзья, мы в невыгодном положении. Иисус не был центром наших жизней. Он часть нашей жизни, но не центр. Мы знаем его имя, читаем Библию. Павел говорит, за которое я страдаю. И даже до ус, как злодей, но для Слова Божьего нет ус. Посему я все терплю. И делаю это с одной целью, ради избранных. Это слово «избранные» означает «любимые». Я перенесу все, что угодно для тех, кого любит Бог. Даже если я буду осужден как преступник. Первое послание Фессалоники, сам первая глава, второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, а также терпение и упование на Господа нашего и Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше». Вот о чем они говорят. Мы понимаем, что Бог выбрал вас. Это устанавливает нашу ответственность за вас. Мы будем изучать уроки, мы будем молиться, мы не должны быть захвачены удобством и комфортом, и мы не должны представлять, что мы самостоятельны без Бога. Мы не просто выбраны Богом, чтобы просто чувствовать себя лучше, мы выбраны для Его целей. В Деяниях 10 главе, 40-41 стихи, сказано сего, Бог воскресил на третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. Бог воскресил Христа к жизни, но видели Его не все, а только те, кого Бог предызбрал, чтобы видеть Его. Я уже много раз говорил, что Бог не социалист, но Он не относится ко всем одинаково. Апостолы защищали и распространяли благовестие. Они говорят, что Бог избрал нас, прежде создания мира. И сделал это, чтобы распространять данную весть. Это принесло смысл их целям и самопознанию. Они поняли, какие есть возможности попасть под преследование. Бог дал нам жить на кульминации этого века, чтобы говорить о Христе, для того, чтобы собрать наибольший урожай, какой только видело человечество. Времена, когда благочестие и нечестивость процветают одновременно. Бог назовет ваше имя, чтобы вознести вас. Я взволнован, похоже, больше, чем вы. Деяние 9 глава. Это послание Бога Анании. Он хотел, чтобы Анания молился за Павла. Анания при этом бунтовал и не хотел. Ну надо же! И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Она не объясняет Богу, почему ему не нужно идти и молиться. Вы когда-нибудь так делали? Я постоянно так делаю. Объясняю Богу, почему какая-нибудь идея очень плоха. Мы не можем провести собрание на улице в июле. Слишком жарко, никто не придет. В Теннесси много мошек и комаров в июле. Влажность слишком высокая. Это просто ужасно, Боже. Люди увидят, как я растаю. И в конце дня я получил ответ. Замолчи и проводи собрание. Да, конечно, сэр. А Бог сказал Анания идти. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилем. Бог сказал Анания, что выбрал этого человека, дабы возвещать его имя в очень необычных условиях. Бог не просто выбрал вас, Он выбрал вас для определенного назначения. Послание к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил». Продолжим говорить о человеческих жизнях. Бог избрал Павла еще до того, как его родители увидели его. И он сказал, «Бог призвал меня от утробы матери моей». Что если наше предназначение говорить, что человеческая жизнь божественна? Вам не нужно особое знание, чтобы это понять. У нас достаточно информации из Писания. Нас выбрали... Исходя из этой информации... Это хорошая новость. Друзья, нас выбрали не просто случайно, наобум. Создатель неба и земли, тот, кто создал Вселенную и звезды, и знает их имена. Призвал вас и меня в начале 21-го столетия, потому что у нас есть предназначение. И однажды, когда мы придем в вечность, мы увидим его славу, и мы это заслужили своей верой в него. В это невозможно поверить. Вы христианин? О, да. А вы разве не хотите им быть? Кто вы для него? Я надеюсь, не вселенское зло, потому что есть высшее предназначение. Есть нечто большее. Вы успешный человек? Это хорошо, я не против этого. Но я бы не продал свою душу, чтобы быть успешным. Одним из уроков в этом году в школах было нахождение своих приоритетов. Поэтому мы должны окончить курс проповедей. И мне кажется, что здесь мы споткнулись. Это показательно. В американском христианстве мы фокусируемся на начале. Мы представляем себя на линии старта. Знаем дату, когда это произойдет. Но мы не понимаем всей важности окончания курса. Нам нужно окончить этот курс. Мы не должны продолжать жить с земным. Мы слишком увлеклись этим. Поэтому апостолы Петр, Иаков и Иоанн не приукрашивают историю о том, как они встретили Иисуса на берегу в Галилее. Они честно рассказывают, как они поступили. Но Иисус, тем не менее, выбрал их защитниками благовестия Иисуса из Назарета. Но так и мы станем защитниками благовестия. Мы можем рассказывать истории, кем мы были до 20-го года, но кем мы стали после 20-го года. Последний отрывок. Братья, я не хочу сказать, что смеяться хорошо. Это правда хорошо. О, какая тишина. Я думаю, что мы слишком серьезно воспринимаем себя. Причина, по которой мы собрались, серьезная. Но нам не нужно воспринимать себя так уж очень серьезно. Мы многому научились в этом году. Аминь. Ваш выбор одежды для церкви расширился. Это значит, мы приспособлены к выживанию. Нам немного свежо, но на улице, в атмосфере фестиваля, мы чувствуем себя более раскрепощенными. Вы раскидываете руки в стороны, вместо того, чтобы держать их внизу с Библиями. Такому дерзновению мы научились в этом году. Неделю за неделей мы приглашали людей, и сюда приходили сотни людей. Мы преклоняли колени прямо на траве. Просили Бога быть милостивым к нам. Это не то, от чего мы уйдем. Мы будем и дальше соблюдать социальную дистанцию и прочее. Всякие там предостережения. Но, друзья, нам нужно окончить этот курс. Это не должно занять у нас много времени, потому что когда речь идет о духовном, то дело не в нашем возрасте. Это также не зависит от количества прослушанных проповедей. Вы можете ходить в церковь 40 лет, но не возрастать в Господе. Или можно ходить в церковь всего полгода, но при этом широко открыть сердце Богу. Давид сразился с Голиафом. Тогда как более взрослые и подготовленные люди отступили, мы должны продолжать возрастать Боги. Мы не должны быть как поколение Исхода. Бог показал им чудеса и знамения. Они питались манной. Но когда пришло время занять землю обитаванную, они не захотели, потому что устали. Да, это земля, где течет молоко и мед. Но люди, которые там живут, гиганты. Очень проблематично занять эту землю. Если мы пойдем туда, то многие погибнут. Мы не хотим делать этого. Библия говорит, что Бог так разозлился на них, что сказал, что они все погибнут в пустыне. Он заставил их ходить по пустыне, пока все они не умерли. Я не хочу, чтобы нас ожидало то же самое. Мы не можем вернуться назад из 20-го года. Я хочу учиться, возрастать, узнавать Бога. Я хочу окончить курс. Все нужно доводить до конца. В бизнесе, в учебе, в спорте, в чтении книг. Если вы не дочитаете книгу до конца, то не поймете ее смысла. Это касается и вашей духовной жизни, и моей. Ну, давайте заканчиваться. Давайте уже молиться. Похоже, я никак не могу закончить сегодня. Что ж, я попрошу всех вас встать со своих мест, снять свои коконы. У нас будет завершающая молитва, которая важна для этого времени. Она будет длиться 30 минут. О, да. Я шучу. Можно выйти вперед и раскаяться. Давайте помолимся все вместе, кто внутри, кто на улице или онлайн. Будем молиться вместе. Если вы онлайн, просто напечатайте, что будете молиться с нами. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Отче, мы радуемся в вере. Это ты освободил нас от тьмы. Ты искупил нас от пустой жизни. Ты сделал нас верными. Ты оправдал и осветил нас. Теперь мы будем слушать, подчиняться и служить только тебе. Я вижу твою славу. По всей этой земле мы отходим от всего, что будет мешать и препятствовать нам. Мы пройдем путь, который ты выбрал для нас. Святой Дух, мы просим тебя, помоги нам. Да возвеличится твое имя. Мы будем благовестниками этого последнего времени и не будем смущаться. Нас долго заставляли молчать, но сегодня мы перенимаем твою эстафету, «Благослови вас Бог». Аминь. Аллилуйя. Мы продолжим путь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Здравствуйте, это пастор Аллен. Спасибо, что позволили мне на минуту прервать урок. Я хочу провести минуту с вами в начале этого года. Во-первых, чтобы отпраздновать, слава Богу, мы пережили 20-й. Мы не просто выжили, но стали сильнее. Мы более сфокусированы и готовы к целям Божьим, чем когда-либо. Но мы еще не закончили разбираться с проблемами. Я бы хотел, чтобы все закончилось со смены календаря, но реальность состоит в том, что нам нужно пройти путь, и мы должны стать в силе в Господа. Я бы хотел поговорить с вами в начале этого года. Я хочу посадить семя. Давайте примем решение делать что-то, дабы становиться духовно сильнее, несмотря ни на что. Мы много думали в последнее время о том, как поддерживать иммунитет, здоровье. Точно так же мы должны думать о том, как быть сильным и духовным. Я подготовил инструмент, который поможет вам в этом. Это сборник, который называется «Стоять твердо». Это наша цель на 2021 год. Мы хотим стоять твердо. В послании к Ефесянам сказано, что мы должны сделать все, что знаем, а затем стоять твердо. Атаки не уйдут. Вызовы не исчезнут. Враг активно действует на земле. Но Иисус Господь, уделяйте время ежедневному чтению Библии. Читайте короткие проповеди каждый день. Мы будем выходить в эфир каждый день, чтобы давать вам духовный толчок. У нас есть ресурсы, которые доступны для вас. Вместе мы будем стоять твердо и провозглашать победу Иисуса в нашей жизни. Бог призывает нас стоять твердо в нашей вере. Мы должны действовать. Чтобы помочь вам распознать обман и сберечь свое сердце, в эти непредсказуемые времена мы вышлим вам сборник пастора Аллена из цикла «Конец века» под названием «Стоять твердо». Если вы пожертвуете 30 долларов или больше, вы также получите сборник коротких проповедей «Стоять твердо», о котором говорил пастор Аллен. Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или через наш сайт. Не уделяйте внимания проявлениям зла. Сфокусируйте свое сердце, мысли, ум и эмоции на том, что делает Бог. Это сохранит вас и сбережет вас, принесет вам радость. Мы отвергли истину Божию. Мы отложили ее в сторону. Мы не хотим больше слышать о ней. Она стала неудобной для нас. Мы хотим силы и власти. Единственный мир, который может получить человечество, придет от Князя мира. Лишь перемены в человеческом сердце позволят нам жить вместе в единстве, уважении, любви, доброте и достоинстве. Я советую вам не только в это время, но и в другие времена хранить свое сердце. Будьте осторожны с тем, перед чем вы преклоняетесь. Поддержите новые выпуски и получите все это сегодня через наш сайт или позвонив по номеру, который вы видите на экране. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей, родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова